Всем доброе утро! У нас даже моросит дождик. Что за свет такой? Всем доброе утро! У нас даже дождик моросит. Номсенс! После жары двухдневной у меня тут козырёк одет. Вот так вот. Свежо, так хорошо. Я уже сделала зарядку. Маму поменяла. Сейчас пытаюсь будить своего жука, который не хочет подниматься. Крутится, что-то тут крутится. Да. Дождик идет. А ты что тут? Крюшка, ногой. А ты ж, Крюшка, вставай. Давай, Крюшка. Давай, вставай, помощник. Мы тебя ждем со Светой. Давай, Темыч. Нам нужна твоя помощь. Мы без тебя не справляемся, Артемий. Так что вот такие дела. У нас уже пахнет кофе, пахнет дождь. Светлана Анатольевна причитает. Сложила пять сниманий. Сложила ручьятки тут. Привет, привет. Они сами слаживаются. Особенно, когда зеваю. Они, ты мне не поверите, они вот так вот, они взлетают. Потом бас, падают сами. Так что всем привет. От старых штиблетов. От старых штиблетов, от них тоже. А так, у нас дождь пошел. Коевика. Да, кстати. Я уже озвучила, показала козырек с баллом. Так что мы пойдем. Я тут уже маме завтрак. Завтрак приготовила. О, кофеек кричит наливать. Что со светом у меня? Какой-то свет. Сейчас темно. Что-то светло. Сейчас налажу свет. А еще смотрите, что мне тут приехало. Две пачки. Вот такая вот шикарная овсяная мука. Я, правда, заказала разную беду. Мне привезли одинаково. Маму я не стала менять. Но мне все равно нравится. Со вкусом шоколадной конфеты. Смотрите. Класс. Такую вот муку я беру у нас на странице. Видите? Total Activity. Вот. Цена вообще как бы там смешная. Я не помню, сколько стоит. Но недорого. Тут у нас сколько получается? Килограмм. Или даже больше. Что-то оно такое тяжелое. Так, а где тут? Где тут у нас килограммы? Один килограмм, да. Вот очень хороший состав. Углеводы, белок. Даже соль есть. Представляете, откуда? Ну, что я хотела сказать. Вот это с этой муки я готовлю свои блины утром. Также с этой муки можно готовить вообще любую выпечку. Это обычно овсяная мука. Просто она, естественно, с добавками в плане запаха и вкуса. Потому что, ну, если совсем еще мне добавлять, она никакая. Вот. И мы всегда все равно в выпечку добавляем. Либо сахар, либо заменители сахара. То есть здесь уже, в принципе, все добавили. Но сахара здесь нет именно. Вот. Видите, здесь есть что? Какао в составе. И немножко ароматизатор и немножко подсластитель. Да. Вот. Поэтому я беру себе. Просто добавляю вот это в свои блины. И больше ничего там не нужно. Очень вкусно. Пахнет прямо конфетами. Так что вот буду готовить, переготовить мне блинов моих. Какой у нас дождь. Глазам своим не верю. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. Настоящий летний. Гребит. Трахтит. Светлана Анатольевна боится. Боится. Кричит, закрывайся. Темнота какая. Говорит, ты что закрываться? Раз в год дождь идет хороший. Да. Ничего себе, я боюсь. Да, я боюсь, боюсь, боюсь. Но ничего. Не надо бояться. Пусть идет. Хоть помоет в сети. Да, ветерок, да, хороший дует. О, уже с кофейком с утра пораньше. Да? С завтраком. Все как положено. Помощник все принес. Помощник уже все принес. Где этот помощник? Где этот помощник? Он тоже завтракает. Да и помощник. У нас, конечно, конкретно сегодня дождик. Смотрите, как темно. Так это 8 часов утра. Боже, тапки валяются. Господи. Обалдеть. Смотрите, какая красочища. Козырек, конечно, можно было поднять, но ладно, я уже не успела. У кого-то бельишко висит, но... Ха-ха-ха. Обалдеть. Блин. Там очень нам не хватало дождика, если честно. Я всегда жалуюсь, что у нас мало дождя идет. Вот сегодня пошел, так пошел. Замечательно. Замечательно. Вот, кстати, пока я тут крашусь, хотела ответить на некоторые комментарии интересные. Кстати, да. Все, чем я пользуюсь. Тоже вы мне задавали вопрос. Пудра. Карандаш для бровей. Тушь. Все. Весь мой макияж. Моя косметичка, которая полупустая. И здесь у меня еще тушь, которая водостойкая. А, и да, очень я люблю, знаете, что? Подводки для глаз. Вот это у меня есть их парочка. Затем еще есть карандаш запасной для бровей, потому что тут уже осталось у меня. Так что вот такие вот дела. И все. Точилка. Все как обычно. Иногда делаю себе зимой немножко румянцы, потому что я очень бледная, очень белобрысая. И зимой отдаю синим цветом. Хотела, знаете, что сказать? По поводу того, что уже не первый раз. Мне пишут такую вещь, типа, у ребенка нервный тик, он супер, мега, гиперактивный. И это нужно лечить. Не знаю, где вы видели нервный тик. И, наверное, не все знают, что такое гиперактивный. Потому что я знаю. И мне было с чем сравнить. У моей подруги ребенок действительно был гиперактивный. И знаете, как это было видно? Только потому, что когда мы приходили к ним в гости, они могли гулять, играть вместе. Но потом в какой-то момент включали мы телевизор. Потому что они начинали очень сильно сходить с ума вдвоем. И мой артем садился смотреть телевизор, а тот ребенок не садился вообще. Ни с телевизором, ни с планшетом, ни с телефоном. Он просто вот так вот давал круги по всей квартире. Вот так вот. Без остановки. Это такие дети, которых невозможно усадить ничем. Им постоянно нужно чем-то заниматься. Вот это гиперактивность. Я могу Артема усадить с планшетом, и он может 6 часов сидеть. Да, я стараюсь так не делать. Потому что я понимаю, что это очень вредно. Но у меня бывают такие ситуации, например, как было вчера. Когда мне нужно сесть за компьютер и сосредоточиться. Это вечер. Я понимаю, что я нигде не могу его пристроить. Я никуда не могу его отвезти. Меня не с кем его оставлять. Естественно, мне нужно его чем-то занять. Для того, чтобы я могла сесть поработать. В таком случае я знаю, что он спокойно садится смотреть мультики или какие-то свои игры. И я спокойно делаю все то, что мне нужно. Поэтому не знаю, где вы увидели и кто увидел гиперактивность. Но мне кажется, это не так. Потому что если я ему сказала, вот здесь вот так, вот так. Он спокоен. Все нормально. Не мешает. Плюс все зависит, конечно же, от мамы. Я стараюсь всю эту гиперактивность, я там ответила в комментарии, но еще раз прокомментирую. Нужно просто, естественно, всю эту активность и всю эту энергию направлять в нужное вам русло. Все. Я что делаю? Я его заставляю помогать. Мне помогать, маме помогать. Мыть посуду. И вы видите, я часто очень снимаю. Мыть посуду. Помогать все то, что нужно сделать моей маме. От и до он все, что он может, все, что в его силах, он помогает. Разбирает мне все покупки, разбирает мне всю стирку. Все. Самое главное – это направить в нужное русло эту энергию. Плюс, конечно, мы сидели всю эту неделю дома, потому что я никуда не записала в летнюю школу. У него поднакопилась энергия. Тоже есть такое. Но когда он ходит в школу, когда он ходит на все свои дополнительные занятия, он приходит, видишь, он такой брак, и в девять часов уже идет в кроватку. Поэтому, дорогие мои, я вообще, в принципе, ну как, не то, чтобы хотела оправдаться или еще что-то. Нет, просто комментирую, потому что это уже не первый раз, что мне такое написали. Типа связано это еще может быть с диабетом Но я вам так скажу, что да, он стал, мне кажется, немножко Наверное, стал немножко активнее Но не до гиперактивности, так чтобы, извините, это лечить Я не думаю, что это нужно лечить Я думаю, что это нужно развивать и просто направлять В определенные занятия, спорт Еще раз спорт, еще раз спорт И чем больше спорта, тем лучше для ребенка Потому что у них очень много энергии Им нужно куда-то ее всю выбрасывать А куда он выбросит, в хорошее или в плохое Это уже, конечно, зависит только от родителей Вот мы, значит, бежим уже в школу В летнюю Наши соседи пьют Бонус-дияс Бонус-дияс Вот такие вот дела, как говорится. А мы вот бежим с Тёмычем. Дождик такой хороший сегодня прошел. Смотрите, даже лужи есть. Вообще супер. Хоть помыла. Красота. Да, ты думаешь? Ну, на год не хватит, но... Да-да, ось и мусорка тоже. Вот видите, раньше ездили ночью, замечательно. Сейчас ездят утром, создают пробки. Сейчас и так везде пробки, потому что дождь идет. Да нет, отчем, не мой хор. Потому что если бы ты ехал на машине, сейчас бы стояла тут за ним 10 минут. Ты опаздываешь на работу и в школу? Они не должны сейчас мусор выносить, вывозить. Они должны вывозить ночью. И никому не мешать. Я уже рассказывала о Валенте так, катастрофа, когда дождь идет. Потому что все те, кто передвигаются на велосипедах, на самокатах электронных и на вот таких вот, ну, транспорт такой, знаете, полегче. Естественно, все это бросают и берут все автомобили. И получаются пробки на ровном месте только из-за того, что огромное количество автомобилей с утра, которые просто, грубо говоря, не помещаются в городе. А сейчас еще, как поупирали очень много дорог, сделали пешеходными, либо поставили, не поставили, а сделали велосипедными дорожки, то вообще получается, что для машин осталось очень мало места. У меня, кстати, смотрите, какой зонти классный. Прозрачный. Такой прикольный. Вот мы уже бежим. Буду заканчивать. Хотела просто вам поснимать своего румынского соседа. Вот же туха у них класс. Я, кстати, один раз иду, а он тащится, значит, со своим велосипедом. И у него куча каких-то торб, коробки какие-то. Он все это тащит на этом велике. Думаю, боже, как оно там все держится, не попадало. Я такая, боже, говорю, что ты тащишь? А он вот помощь получил. С аюнтомента, то бишь с администрации. Я такая, ух ты, блин, прикольно. Ну, всем помощи дают, кроме меня. Представляете, вот так вот они и живут. Он подрабатывает, подыгрывает на своем аккордеоне возле ресторанов. Ну, и плюс помощи просит. Ну, квартира, скорее всего, они и живут как оккупанты, я так думаю, больше. Ну, скорее всего. Ух ты, какая лужица. Вот. Так, Темыч, ну ты не подходила, сейчас они тебя как брызнут. А так вот. Да, ничего. Никого нету. Прыняй, давай, Темыч. Вот, даже лужи есть. А мы, короче, так и обулись с Артемом. Мы были босоножки и такие, ну, намокнут ноги, намокнут. Ну, и фиг с ним. Ну, вообще, Артем, пожалуйста. Ну, я говорю, и ты начинаешь. Ну, давай, либо поделаю. Либо сейчас я закончу уже, тогда будешь петь песни. Ему я тоже босоногие була, он с собой взял на всякий случай. Ой, кроссовки с носками. Потому что, мало ли. Ну, сейчас, в принципе, выйдет солнце через 20 минут, 100%. И будет тепло, и дождь как будто и не шел. Все, мы побежали. Я буду заканчивать. Я побежала на работу. И всем желаю хорошего начала недели. Вот палка какая-то валяется. И хорошего настроения вам. Ой, смотрите, даже затопило. Глазам своим не верю. Ой-ой-ой. У нас даже затопило. Представляете? Не знаю, как перейду. Ладно, сейчас как-то перейду. Да. Хотя, в северной части Испании это бывает очень часто. Ну, не у нас. У нас, к сожалению, дожди редко идут. Поэтому, когда такое происходит, я очень радуюсь. Ой, мусорку завалили. Совсем завалили мусорку. Ну, где-то по, да. По бордюрчику есть водички. Нормально. Затопило, затопило. Мусорку, если выбросить, мне как подойти к ней. Вот. Ой, а вот там парк, смотрите, детский. Там его вообще затопило. Сейчас я вам покажу. Так прикольно. Ой, тут урочки сегодня пасмурно. Освежок. Как хорошо как. А деревья пахнут. Зелень пахнет. А там, где елки, елки начинают пахнуть, потому что наконец-то с них смылась вся эта пылюка. Не знаю, как люди могут ходить ворнякать, что дождь идет. Как можно вот не любить дождь, особенно здесь. Нет, понятно, в тех странах, где дождь каждый день, конечно, надоедает. Ну, допустим, здесь, когда его вообще никогда нет, то на него мы молимся, если честно. Да вообще, знаете, это глобальное потепление, оно сюда, оно точно к нам дошло уже. Потому что в прошлом году была такая жара, которой не было за 8 лет, сколько живут. И если в этом году будет точно так же, это будет вешалка. Потому что очень было жарко. Ненормально жарко. Оно с утра. Пойду-ка по пару, сам себе поговорю. Вот такие вот с утра есть экземпляры. Которые ходят, сами себе там разговаривают. Бывает? Не пойму чего. Он сам себе поговорил. Ненормально. Бывает. Что, я тоже сама с собой разговариваю очень часто. Нет, сейчас не так часто. Сейчас у меня есть YouTube. Я разговариваю с вами. А раньше разговаривала сама с собой. А вы знаете, кстати, что? Люди, которые сами с собой разговаривают, их считают очень интеллигентными. Я не стану, насколько это правда. Ну, давайте с утра. Понедельник с утра поржем. Вот. Сейчас буду бежать. Буду звонить в банк. Так как мне до сих пор не начислили один перевод. Потому что так и заблокирован мой счет. Эти гады мне его до сих пор не разблокировали. Прошло уже две недели. Представляете? Какие у меня там долги. Ну, да ладно. Ничего страшного. Ну, такое бывает. Здесь вот тоже, кстати, затопило немножко. Так что я буду заканчивать, мои дорогие. Так как надо звонить в банк. Вот. Хотела просто вам поснимать немножко лужи. Примитивно, конечно. Но для меня это радость. Вот. Как, в принципе, и солнце радость. И вообще, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Помните, откуда это? Это песня, да? Да. Вот так. Что я вам могу сказать? Вот застряла я тут надолго. Однако. В кафешке. До спортзала не дошла. Хотя бы я тут рядышком. Буквально пару минут. Ну, как бы, валил такой хороший стол. Супер. Ну, я пока решала проблемы с банком, то я, в принципе, здесь вот оказала кофеек. И, как всегда, каждую минуту стараюсь с пользой. Потому что в банк тоже нужно идти сейчас. А как я туда доеду, я не знаю. Сейчас как-то пойду. Зонтик есть. Мосоножки обула. Вот. Ну, решила просто еще раз показать вам наш дожденька. Вот. Мама там, наверное, лежит. Боится. Хотя, в принципе, мы ей закрыли все окна. Ну, оставили ее окошко на проветривание, то там вода как бы не зайдет никак. Ну, она, наверное, боится. Да, мальчик? Ты боишься, наверное. Вот. Ну, я очень рада дождикам. Примастила этот свой рюкзак. Смотрите, где я стою. Это такое окошко в кафе. Моих любимых китайцев. Единственные, наверное, китайцы, которых я люблю. Надеюсь, кто-нибудь не понимает. Это скажут, что я расистка. У них очень вкусно здесь. И кофе вкусный, и жрачку вкусную готовят. У них там лежит шикарная картофельная запеканка, на которой я гвоздей. Ну, я, конечно, не буду ее брать, я только позавтракала туда. Ну, маме кусочек бы прихватила. Ну, опять-таки, я просто не домой еду. Не буду же я сейчас полдня ходить с картофельными веками. Вот так вот я подгостряла. Ладно, буду пытаться выдвигаться, потому что, судя по тучкам, это может быть даже надолго. А это хорошо. На этом весь наш дождь и закончился, дорогие мои зрители, как видите. Вывезла ясное солнышко. Вон мужчина поехал на коляске электрической, электронной, как правильно сказать. И покуривает сигаретку. Прикольно так. Знаете, сам поехал. А вот так что дождиком уже и не пахнет. Посмотрите на небо. Такое ощущение, будто два разных дня, скажите. И прошло всего ничего пару часов. Так что я бегу дальше. И вот хотела вам показать эту замечательную погоду. Бабушек, которые любительницы стать на проходе и не дают всем остальным двигаться. Но это ж такое дело. Они очень любят общаться. Испанцы, они вообще очень общительные. А если это пожилые испанцы, они еще общительнее, чем молодые. Вот. Тепло у нас, хорошо. Ну, видите, дождя как будто не было. Нет, ну на самом деле, а не так. Очень даже мокренько, свежо. Прохладно. Ну, прохладно ненадолго. Вот наша большая авенита Дель Пуэрто, которая ведет прямо в порт и на пляж. Можно пройтись пешочком и спокойно добежать до пляжика. Ну, мне сейчас немножко не до пляжика. У меня тут куча забот. Как всегда, понедельник. Нужно все разруливать, то, что накопилось за прошлую неделю и за выходные. Так как на выходных у нас никто не работает. Все отдыхают. Нормальное явление. То по понедельникам везде завал. У меня в том числе. Так что я побежала. А ну-ка, занюши-ка. Просто понюхай. Опять снимает. Вкусненько. Томатиком пахнет. Ага. Ты же просила что-то вкусненькое. А мать сегодня просила по телефону что-то вкусненькое купить. Ну, я не стала покупать всякие бисквиты печеные. Не-не-не. Ну, ты как раз, я думаю, соленого, да, хотела? Конечно. О, как я угадала, видите? А сколько я знаю свою мать. Это меня сладостями можно взять. А она любит солененькое. Короче, я зашла тут в один ресторанчик очень хороший. Где очень хорошая домашняя кухня. Ну, блин, тут сверху картошка. А что под низом не видно. Сейчас я постараюсь вам показать. Короче, там должна быть курица. Где-то. Вон она курица. Ну, картошка то картошка. А то, что там курица. Ой, а пахнет, конечно, супер. Ну, мама и картошечку любит. Так что мы сейчас будем быстро обедать. Я быстро за компьютер. Ой, в банке ничего не решила. Короче, задолбали все. Эти испанцы. Ну, ладно, ладно, не буду на них клеветать. Так уж и быть. Что у нас сегодня будет примитивный контент для вас, дорогие мои зрители? Покупка в Меркадоне. Да, вот так вот. Я спокрула. Потому что у нас, как всегда, пустой холодильник. Не знаю, кто его умудряется опустошать. Но кто-то его опустошает. Тут я беру хлебчик маме и Артему. Ну, и себе тоже мамин хлебчик. Я регулярно подъедаю. Вот. Где у него сам Артем? Артем смотрит конфеты себе. Что он это такое? Артемчик, что ты делаешь, Артемчик? Артем подсчитывает углеводы. В пачке с конфетами, где сплошные углеводы. Бедный мамин Артемчик. Артемыч, ну, в них там вообще просто катастрофа. Столько всего плохого для тебя. Так. На молочку мы пока что не смотрим. Я себе ничего не беру. Для мамы йогурт у меня дома есть. Нам нужно взять. Хлеб мы взяли. Мы идем с Артемом за орешками. Орешки нам можно. Всем. Вот. Это то, что я вам показывала. На базаре орешки были за 20 евро килограмм. А здесь я беру их за 9 евро килограмм. Представляете? Да, они тут поломанные. Ну, вот есть целые. Такие же цельные, красивейшие орехи. За 10 евро килограмм. Поэтому нормально. Так, маме я беру семена на овсяную кашку. Вот это мы возьмем кишью. А вон потерялся. Вон потерялся. Маме беру смесь орешков и семян. Не орешков, а семян. Прошу прощения. Вот они. Вот они мои любимые семена. Смотрите, евро 40 стоит пакетик. Килограмм 7 евро. Здесь семена разные. Смотрите, лен, семочки. Как они? Мак. Потом семочки из кабачковой. Обычные. Ну, в общем, здесь такая смесь прикольная. Ей очень нравится, когда я ей в овсяную кашу все это дело сыплю. И это, на самом деле, очень полезная штука. Что я вам могу сказать? Артемчик, что ты бедный там читаешь, мой хороший? Ой, божечки. Человек хочет что-нибудь вкусненького, а ничего нельзя. Ну, как вот это быть? Все. Как нам быть? Артемчик, что ты там, милый, посмотрел? Слушай, а помнишь, мы с тобой смотрели вот там вот эти вкусные йогурты, которые типа для спортсменов, они для тебя годятся? Вкусный, шоколадный, нет? Нет, он первый. Понятно. Ну, это тебе тоже нельзя. Ладно, я пошла дальше. Привезешь ко мне тележку, хорошо? Ой, я пока буду делать осмотр дальше. Осмотр Меркадона. Ну, тут продаются всякие десерты. Всякие тирамису. Смотрите, какие прикольные десертики вкусные. Чизкейк он есть уже готовый. Панакотта. Ну, я это брать не буду. Я вам признаюсь честно, сегодня я шла с мыслью взять шоколад, потому что мороженое я буду стараться сейчас не кушать. Вот. Это у нас сахар с змитем. А что ты взял? О, смотрите, он себе взял флан, который для спортсменов. Это яичный десерт. Да? Хорошо, да, тут для спортсменов и для него заодно. Да. Ага, высчитал. Понятно. Значит, в принципе, можешь здесь один. Да, я же тебе говорила, то, что спортсменская тебе подходит. Там очень малое количество сахара и очень малое количество углеподов. Значит так, Артемий. Мы берем наш сыр и молоко, которое миндальное. Сейчас я, кстати, Артему даже омлет готовлю с этим молоком. Ну, чуть неплохо получается. У него очень хороший состав у этого миндального молока. Представляете? Я даже не думала. Но я как-то его не брала, мне не нравился привкус. Но сейчас пришлось. Пришлось. Что? Да, и что? Понятно. Понятно. Так, Артем, я нам со Светой возьму шоколад. Так что прошу прощения. Возьму вот этот. За евро 25. 55. Чтоб без молока. Вот этот. Молочный брать не буду сейчас. Так, 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 так. Ну, все, в принципе. Так, кофе обязательно. Обязательно кофе. Артем пошел дальше. А вот и я. В розовой футболке, как всегда. Кофе, 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 кофе. Вот он. Я беру вот этот эспрессо. Завариваю в своей турке. Ну, у меня не турка, у меня гейзер. Ну, я ее туркой обзываю. И здесь все. Здесь пошли сладюшки, которые нам нельзя. Что, Артемчик? Что ты хотел? Рисовые хлебцы это вообще бомба для тебя. Потому что там только в самом рисе столько углеводов, что тебе лучше, наверное, печенье взять обычное. И что там? У меня порт с енчем тринь-то и хиньком, да? Да, в одной пачке сколько? Математик. Ну, не знаю, смотри, Артем. Хочешь, возьми? Да. Сахара понятно, что там нет. Но там очень сильные углеводы, потому что это рис. Рисовые хлебцы, они не вредные, но там углеводов. Возьми, что ты не взял? Не хочешь? Возьми. Себе на перекус. Просто ты же понимаешь, что ты их ешь, и нужно колоть инсулины. Сто процентов. Значит, дальше. Вот всякие тоже сладости. Ну, как вот это здесь ходить? Мы с Артемом сейчас пойдем на мясо. Яйца нам... Давай возьмем, пусть будут яйца. Возьми, пожалуйста, Артем. Только небольшую пачку, хорошо? Здесь мы берем наши и вареные яйца, и обычные. Давайте вам цены покажу, может. Вот 24 яйца, 3,80. Один десяток евро девяносто у нас сейчас. Да? Артемочка. Ну, а так, в принципе, ничего интересного. Буду заканчивать, потому что, ну, мне кажется, что... Ну, маме моей интересно меркодону, смотрите. И все остальные тому подобные супермаркеты и магазины. Чем хочешь колбасу? Что? Артем хочет при выходе после кассы сразу же есть колбасу. Бедный, холодный ребенок. Возьми себе маленькие эти колбаски. Возьми маленькие. Ты сейчас их сможешь кушать. Ты что, ты будешь идти есть эту палку колбасы по дороге? Моз как обычно. Едим. Пьем. Пьем, едим. У нас ужин. Позволь. Там тебя не видно, Светлана Анатольевна. Можешь сильно не причитать. Видно меня. В моей тарелке, как всегда, салат, курица, кусок хлеба. Очень вкусный хлеб. Маме покупаю. С семечками коричневыми. Вкуснейший. Вот. Сегодня не день, а просто сумасшествие. Кучу дел решала, я ничего не решила. Бывает. Поэтому не буду долго задерживаться. Потом вам что-то интересное запишу. Не подождет ваша куча. Да, моя куча не ждет. Это лишь куча моих дел. Надо решать. Вот мы и решаем. Ты что-нибудь прям мелькин, покорри. А зачем ты меня ждешь? Ты что, не знаешь, где лежит? Ну. Как это? Где все, дай где-то положил. Дай где. Кать. Что-то. Подождите.